Газета, радио, телевидение. В последние годы новые источники информации, интернет, социальные сети. Во все времена люди хотели знать, где и что происходит. И во все времена рассказать об этом объективно, достоверно, а желательно еще и интересно, задача журналиста. Наше профессиональное сообщество, Союз журналистов России, отмечает сегодня свой столетний юбилей. В Москву на мероприятие, посвященное знаковой дате, приехали более полутора тысяч журналистов из всех регионов России, а также коллеги из других стран. Щелковская делегация в составе СЖ Подмосковья приняла участие в торжественном собрании в Театре Российской Армии. Вековой юбилей Союз журналистов встречает с новым председателем. Год назад Всеволода Богданова, бессменного председателя Союза постсоветского периода, сменил Владимир Соловьев. Ему досталась непростая миссия. На современном этапе развития общества нужно защитить профессиональную журналистику, не потерять русский язык, качество речи, качество мысли, поскольку понятие журналист зачастую подменяется понятием блогер. Критерием нашей с вами работы является то, что наша ответственность перед читателями, зрителями и слушателями, потому что мы профессиональные журналисты, и мы должны отвечать за свои слова. В этом разница. К сожалению, легкость опубликования любой информации, она размывает нашу профессию, но с этим сейчас ничего не поделать. Вспоминаешь о том, как мы защищали журналистику, и еще больше думаешь о том, что надо сделать, чтобы спасти журналистику, защитить ее, чтобы она была нужна людям, чтобы ее любили, доверяли. Что мы как общество ценим и должны не просто сохранить, а передать новым грядущим поколениям. В этом смысл нашей профессии, в этом миссия журналиста. И очень важно, чтобы существовала некая организация, которая эти стандарты отслеживает, иначе нет предела для падения, нет дна. Союз как раз и стоит на страже стандартов профессии, ценностей и смыслов. В зале известные на всю страну акулы, пера и микрофона разных поколений. И, как принято говорить, медийные лица, пришедшие отдать дань уважения журналистам за непростую и очень важную для общества работу. Благодарность Владимира Путина за большой вклад в становление и развитие отечественной журналистики огласил первый зампред администрации главы государства Сергей Кириенко. От имени председателя Госдумы коллег поздравил Петр Толстой. От министра иностранных дел Мария Захарова. Приветствие прислал патриарх Кирилл. А мэр столицы Сергей Собянин просто взял и подарил Союзу грант на 300 миллионов рублей на капремонт Дом Жура, культового места Дома журналистов на Никитском бульваре. За год с новым руководством Союз реализовал ряд новых проектов. Учреждены звания «Заслуженный журналист Российской Федерации» и «Заслуженный работник связи и информации». Имена первых обладателей объявят на днях с выходом указа президента. Готовятся изменения в закон о СМИ, касающиеся деятельности журналистов в горячих точках. Состоялось 25 региональных инфорумов, журналистских форумов, на которых коллеги не просто осваивают современные информационные технологии, но и говорят о тех самых смыслах, стандартах, ценностях профессии. На сцене в формате театрально-концертного действия пронеслась история отечественной журналистики. Не за 100 лет, а за все 315, с тех пор, как Петр I основал газету «Ведомости». На Шапловке в 37-м году состоялась первая в СССР студийная телевизионная передача. Да, именно в 37-м телевидение стало реальностью. На торжественном собрании в честь столетия Союза журналистов России вручили традиционные награды Союза «Золотое перо России. Легенда журналистики». Среди лауреатов Борис Калягин, Ирада Зейналова, Юрий Феклистов, Владимир Гомельский. Подарком для всех без исключения стало выступление любимых артистов Ларисы Долиной, Олега Газманова, Виа Самоцветы и других. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». АПЛОДИСМЕНТЫ